МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новина региона» у студии Алины Милешанковой. Витаю вас сегодня в выпуске. На переде еще два месяца напруженной працы. Областный бюджет на подрыхтовку до дожинок выдаткового клича омаль 10 млн. руб. Новые перспективы супрационничества двух держав. У поднявесны чекаются от русских мяса Птушки и Яловичин из Могилева. Еще больше доступный интернет. Кропки доступа в Wi-Fi изъявились на чехуночных вокзалах в области. Калять 10 млн. руб. выдаткового областного бюджета на подрыхтовку до дожинок. Клича урыхтуется промать областного свято дожинки, якою поводли планов, а отбудется на приконце вересня. Рамотная работа распочинали еще у кроссовику, а теперь тут працуют больше за 300 будовников с двух десятков организаций региона. Наш репортаж с Кличева. Тяпер у Кличеви никуда не падеца отбудавничага шуму. Баусим райцентры идея великий рамонт. Ат ахароджу и клумбу у дворах до центральной площади тяпер спынены руха утотранспорту. Тут будзе халовная сценичная пляцовка областных дожинок. Дом культуры и школа мастасту открыются пасля капитальных рамонту. Побудовы паслевоедных отчасу отримают новое життё. Там нареште з'явятся сучасные выгоды. И у работах по новая день не порадка берут у дел и сами Кличевцы, які выходят на субботники. Сегодня они активно участвуют в устройстве газонов, благоустройстве дворовых территорий, ремонту заборов. Короче, у всех мероприятиях самое активное участие принимает население нашего Кличева. У городе капитально рамонтуется так сама 13 жилых домов. Асфальтуются в улице. На социалистичный рамон дожился полтора месяца. Ровный асфальт для автомобилистов, тротуары для пешаходов. Нават самим будовникам, які из Кировска, подобается. Ну, да, нравится, да. Приятно посмотреть уже. На подрыхтоку до дожинок областный бюджет выдатка около 10 миллионов рублей. Але для життявления у всех Кличевских планов гэтага недостаткова. Таму тут шукают спонсору и робят талакой. Наприклад, упорадкование городского парку. Зрабить все для гостей, аграрного свята, але и для себе с планами на будущее. Прежде всего, навести порядок в нашем городе. Так, чтобы благоустроить, чтобы душа радовалась, когда люди сюда приезжают. У нас очень хорошие места, живописные, экологически чистые. Два заповедника международного значения. Как бы вполне возможно развивать и туристический бизнес. Люди працуют и напереди АС-600 с объектом. Больше за два месяца на пружиной праце. Поприняем, чтобы все было ровненько, аккуратно. Вы состроительная организация или вы волонтер? Волонтер, можно сказать. Что-нибудь может улучшиться у нас. Может, я не знаю, что-нибудь для молодежи построят. Очень изживленно, нам нравится, радуют глаза. Все кругом так хорошо. Будем наконец-то жить в хорошем, аккуратном городе. Приятно. Даже ребенку нравится, что у нас будет не хуже, чем в Абруйске, в Могилеве. Правда? Да. Могилевские вытворцы мяса, яловичины и птушки плануют працевать на китайском рынке. Такая махчима появилась после перемога представников Рады двух государств. Экспортовать у Поднебесную мая намер предприемства «Сервалюкс», якое зараз является бойным вытворцем мяса птушки в Беларуси. Не меньше планов и у Могилевского мясокомбината. Перемоги с Китаем тут ведутся с 2015 года. Китайские делегации некольки разу наведывали предприемства. И, как заповнили на мясокомбинате, партнеры застались задоволены якостью продукции. Зараз плануются поставки у колькости 400 тонн мяса яловичины что месяц. Предприемство чекает первой отгрузки. 12 лепеня распочинается прием документов у ВНУ. У пунктах тестирования стартовал процесс выдачи сертификата УЦТ. Затым, як высшайшие и среднеспециальные научальные установы выконывают парадок приема документов, проведение уступных экзаменов и залечения абитуриентов, по традиции будут сочить специалисты КДК. У контролюющих ведомствах спадяются, что и этот этап уступной кампании пройден на высоком организационном узровне. Так, по оценке специалистов, КДК тестирование прошло спокойно и организовано. Комиссия отмечена явка абитуриентов достаточно высокая, свыше 93%. Наибольшая явка отмечена на русский язык, на географию порядка 86%. И с 12 июля уже осуществляется прием документов в ВУЗы. В связи с этим в комитете будут работать телефоны горячей линии, на которые можно сообщить недостатки и нарушения работы предметных комиссий, экзаменационных комиссий. На четырех чагуночных вокзалах в области з'явились окропки доступа Wi-Fi. Як удокладнили у пресс-службе Могилевска о отделении белорусской чагунки, поколь у тестовом режиме бесплатный интернет працует на чагуночных вокзалах Могилева, Бабруйска, Осиповичев и Крышева. Wi-Fi з'явился у залах чекания и холлах чагуночных вокзалов у местами на перроне. По словам специалистов, худкосный доступ у интернет забеспечивается при допомоге 4G-технологий и оптичных каналов в связи. На чагунцы удокладняют, что любой користальник интернету может выйти в сеть на территорию названных вокзалов. В послугах это бесплатная, однако, чтобы ее использовать, нужно увести пароль, который придет на телефон после автоматической регистрации. Запуск послуги Wi-Fi на всех вокзалах белорусской чагунки в эксплуатацию плануется с 25 лепеня. Зараз вырешается пытание, как доступ до интернет-сети з'явился еще и на инших буйных районных станциях, поведомляют специалисты белорусской чагунки. С 15 лепеня в Бабруйску запрацует школьный кермаш. Как поведомляют уголовное управление гандлю и послуха Балваканкама, местами его проведения традиции набрана центральная площадь Бабруйска. Амаль четыре десятки субъектов господарня представят школьные товары. От одзения и до канцелярских приналежностей. Во управлении гандлю удокладняют, зараз вызначается и основная пляцовка проведения школьного кермашу у Могилеве. Дата початку его работы попередня вызначена на первое жнивня. Разом с тем, уже зараз усе стационарные специализованные организации распачали гандль товарами школьного ассортименту. Так что справу подрыхтовки дятей до научального года можно и не откладывать. Амаль сотня радио-аматору сберется гэтыми выходными у Бялыйницким районе. На водосхове Щевольницкой пройдет взлет знавцу радио-справы. Чекаются и замежные гости. Як правило, у дельники гэта радио-аматоры, які мают ответную лицензию, что дает право на особистый пазуны и выход у планетарную радио-прастору. Воголе в Беларуси таких 1400 человек. Программа взлету различена на три дни, заезд и открытие 14 лепеня. А в субботу, 15 лепеня, заплановано спаборництву по радио-совязи и на лепшую радио-аматорскую конструкцию. Так само, говорить организаторы, унесли у программу радио-телеграфованье. Не обыдется без спортивных спаборництв и рыбной лоли. А подтримают настрой мясцовые самодельные коллективы и барды. Лепшые цацки СССР собраны у Могилевским областным краезнаучим музеями Араманова. На одноименной выставе, где представлена цикавая подборка советских цацок переду 50-х-80-х годов. На экспозиции побывала и наша здымочная группа. Танки, машинки, ляльки. Сдавалось, обзвыклый набор детячего захопления. Вот только у этих цацок долгая история. Ранее же так и было. Цацки переходили от одного поколения маленьких господаров до наступного. Целая коллекция велосипедов, коллекция кукол. Очень замечательные конструкторы детские, которые, наверное, сегодня не выглядят впечатляющие, да не такие яркие, пафосные, да, как современные игрушки. Но если присмотреться, ведь каждый из этих конструкторов или игры настольные, он развивал детей, сделан был из таких безопасных материалов. И если вот суть обратиться, то понятно, что это очень интересные экспонаты. На выставе собраны амаль три сотни экспонатов. Вот, например, мара любого советского хлопчика, педальная машинка с рулевым керованием и амаль с оправдными фарами. Те вот гэты коник-качалка, настольный футбол, хоккей. Мне очень понравилось на выставке мотоцикл. А чем он тебе понравился? Что можно на нем ездить. Мне понравилась гармошка, и я хотела бы забрать ее домой, играть. Мне поразили часы, которые висят вон с маятником. Дедушка мне рассказывал, что эти часы держатся очень долго, что их не надо заряжать, они просто крутятся с хода в ход. На выставе так само представлены и развивающие гульни, электровекторины, радиоконструктор. Организаторы упевнены, что на выставе кожный малый знайдет, чем затекавится, а кожному дорослому будет, что узгадать. Кристина Кранкевич, Алена Милюшчанкова, Юрий Оласцов, Новина региона. Еще больше про новины и подеи Могилевшина на нашем сайте tvrmogilio.by. А я за вами развитываюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова